Всем привет! Сегодня я попробую попроще рассказать о том, что такое переменная. Вообще и переменная в луа. Так, ну переменная называют именованную область памяти, в которой содержатся какие-то данные. Например, у нас есть имя переменной и данные, которые в ней содержатся. Например, число 56. Здесь 11. И так далее, и так далее. Например, строковое значение. Мы видим такие ячеечки области памяти. Давайте скажем, чтобы было понятно ребятам помладше. Это такие ящички. У каждого ящика есть свое название. Например, открой ящик под названием А маленькая. Открываем. В этом ящике лежит 56 число. Так, а если мы попросим открыть ящик С маленькая? Открываем. Там ничего нет. Ну, если мы говорим о языке луа, то в любом пустом ящике всегда будет находиться нил. Ничего. Так, ну давайте тогда перейдем уже в наш редактор и посмотрим дальше. Как объявлять переменные в луа? Пишем local. Ключевое слово local. Локальное значит переменное. Имя переменной. И все. Переменная объявлена. Мы можем сразу присвоить переменную какое-то значение начальное. Например, myvar присвоить 100. Если мы объявляем переменную, вот давайте посмотрим ниже. Без ключевого слова local объявляем переменную а присвоить 10. Появляется глобальная переменная а. В ней находятся данные. Число 10. Что означает глобальная локальная. Если переменная глобальная, объявлена без ключевого слова local, значит мы имеем к ней доступ везде. Внутри блоков, внутри различных функций, внутри модулей. А к локальной переменной мы имеем доступ только внутри какого-то блока. Например, внутри функций или в данном случае блок to end. Внутри цикла и так далее. Вот если мы сейчас запустим программу, должны получить на экране значение nil10. Так, почему nil10? Ага, все правильно. Печатаем переменная b и переменная a. Переменная b локальная. Значит, область ее видимости заканчивается после конца два блока do end. Давайте попробуем, напечатаем ее внутри блока. Видно эту переменную? Так. Запускаем. Ага. Видите, print напечатал нам и локальную переменную, и глобальную. Ну, глобальную вы поняли, что если вы присвоили переменной какое-то значение, то без ключевого слова local, она видна везде. В нашем блоке она видна тоже. Я говорю сейчас про переменную a. Ну, так как мы не вышли из этого блока, мы печатаем первый print, вот он у нас, внутри блока, то мы видим и нашу переменную b. Точнее, видим ее данные, которые находятся в этой переменной 5. Так, ну, более-менее понятно, надеюсь. Регистр переменных. Переменные. Это две разные переменные. g присвоить 12, g большое присвоить 12. А, не 12, а допустим. Давайте, 50. Или давайте... Ну, ладно, пусть 50 делает. Давайте посмотрим. Различаются два переменные или нет? Так, 12,50. Да, видим, что переменные разные. Так, если мы сейчас присвоим в g, уже, например, число 13, что произойдет? Вот, например, у нас есть переменная g. g. Переменная g у нас было число 12. Если мы делаем присваивание переменную нового какого-то значения, то оно заменяет старые данные. Старые данные исчезают. К ним уже никак не получить доступ. Так, ну, я хочу сказать, как можно называть ваши переменные. Вы уже поняли, что большие... Регистр переменных, это значит, большие и малые буквы, отличаются. Значит, переменная мама... Это одна переменная, а переменная мама, например, с большой буквы, совершенно другая переменная. Использовать в именах переменных можно латинские буквы, буквы английского алфавита, если вам так понятнее, знак подчеркивания и любые цифры. Только цифры не должны присутствовать первым символом. Например, вот такое название не подходит для переменной. Зато можно начинать переменную с подчеркивания. Подчеркивание 1, 2, 3. Совершенно нормальная переменная. Давайте посмотрим, как можно присвоить переменной десятичное число. Мы это уже видели. Переменная h присвоить 200. Обычное число 200. Если мы хотим присвоить переменной h какое-нибудь восьмеричное число, мы должны добавить на первую позицию 0. Например, 0,7. Если мы хотим присвоить шестеричное значение, то префиксом в данном случае будет являться 0x. Например, 0x31. Давайте посмотрим. Принт нам выведет все значения в десятичном виде. Выпускаем. Смотрим. Давайте вот так посмотрим. Так, что-то с восьмеричными я немножко не понял. Ну да ладно. Возможно такая версия лоа. Так, строки. Давайте мы хотим мы присвоим какой-нибудь переменной str1 строку. hello кавычку закрываем. Использовали двойные кавычки. Также мы можем использовать для строк одинарные кавычки. Зачем вы спросите использование одинарных кавычков в строке? Ну, например, если мы хотим внутри строки нашей текстовой иметь ту или другую кавычку. Например, смотрите. Если мы обробляем строку двойными кавычками, то внутри строки мы можем оставлять одинарную кавычку. Так, а если мы хотим использовать в строке и те, и другие кавычки? Давайте попробуем. Так. Пусть называется st3, это не важно. двойные квадратные скобки открываются. Здесь мы уже какое-то слово пишем в этих кавычках. В одинарных закрыли строк. Давайте попробуем выведем на печать, все ли хорошо с присвоением нашим переменным строк с кавычками. Так, кавычка. Да, все нормально. Видим, что все кавычки присутствуют. Что если мы хотим... кстати, если вы хотите вставить перевод строки в строку, то можно вставлять вот такие управляющие символы. Но это лучше вы в документации посмотрите. Обычно используется вот такой перевод строки. Давайте посмотрим, как это повлияло. Ага. Что я... Так слышь. И так не работает. Ладно. Почитаем документацию. Возможно, вот эта строка сохраняет... Ага. Я не прав был, ребята. Это у меня уже особый вид строки начался. Да, все правильно. Здесь остается форматирование. Значит, вставляется перевод строки. А все остальные символы не преобразуются из управляющих. Остаются такими, как мы задали. Но это может быть удобно в каких-то играх и так далее. Так, сложные строки. Ну вот, и так были сложные строки. Ну давайте, например, СТ4, если я правильно помню. Так. А что если мы хотим внутри нашей строки использовать вот такие вот символы? Возвращающие, возможно, закрывающие квадратные скобки. Тогда можно использовать вот такие вот вещи. Так, по-моему, вот так. квадратная скобка равно-равно квадратная скобка. Здесь какой-то идет у нас текст, текст 2, текст 3. А закрывать точно так же нужно симметрично. Значит, квадратная скобка равно-равно-квадратная скобка. Да, вроде бы получилось. Давайте теперь выведем на экран. СТ4. И посмотрим, в чем преимущество. Преимущество. Да, получается. Смотрите, форматирование осталось. Здесь пробел лидирующий остался. Но я не использовал вот эти вот вещи. Двойные открывающие кавычки. Получилось. Видите. Так, а если мы хотим использовать вот такой вот набор символов у нас в строке. Ну, понятно. Он сработал. Тогда ладно. Тогда, если мы хотим сделать вот такой набор, который похож на набор символов для конца строки. Да, получилась ошибка. Что мы делаем? Мы просто добавляем еще одно равно. Сюда и сюда. Все отлично. Мы увидели те символы, которые хотели напечатать. Здесь может быть любое число знаков равно. Лишь бы начало открывающую строку было симметричным такому же набору символов закрывающих строку. Я пока не придумал, где это можно использовать, но тем не менее такая забавная плюшечка есть в луа. Так, присваивание. Если мы присваиваем в переменную какое-то число, например, 12, то мы можем инициализировать другую переменную таким же числом, взяв его из переменной А. Что происходит? Б присвоить А. Б создается, если такой не было, или обнуляется уже имеющаяся переменная глобальная, мы ей присваиваем А. Но в данном случае, помните, я рассказывал про ящички, луа смотрит, где же у нас ящик переменная с названием А, берет из него данные, у нас в примере, по-моему, там 12, да, и присваивает в Б. Если мы сейчас напечатаем А и Б, то увидим, что там будет по 12, и тут и там, все нормально. Приведение типов. Ну, в принципе, при введении типов мы можем число преобразовать в строку и можем не только число, а любое значение попробовать преобразовать в строку. Мы сейчас попробуем. и можем попробовать преобразовать строку в число. Ну, давайте. Какая-нибудь переменная s присвоит toNumber и давайте теперь такой вот аргумент. Число мы хотим. Ладно, попробуем четверку. Что у нас получится переменной s. Четверка. Текста получилась четверка. Так, если 4 с пробелом, все нормально. А если 4 и дальше какие-то буквы, nilf. Такую строку луа с помощью функции toNumber преобразовать в число не может. Давайте попробуем если сделаем 4 пробел. Все равно не работает. Но зато если будет число обрамлено просто пробелами, скорее всего, да, все работает. Ладно. Для чего нужна такая вещь? Например, если вы решаете задачи, которые вам дал учитель, бывает такая задача считать с клавиатурой значения, что-то с ним проделать и вывести на экран. Ну, архимедическую какая-нибудь задача умножить на ввести число с клавиатурой, умножить его на 2 и вывести на экран. Давайте попробуем решить такую задачу. Воспользовались функции чтения с клавиатуры строки текстовой. Так, ее присвоим в S. Тоже применим S. Строку S преобразуем в номер и снова присвоим в S. Давайте попробуем. так, и выведем, выведем. Так, теперь S удвоим, S присвоить, S умножить на 2. что-то я не вижу. А, Здесь я должен ввести число. Ладно, пусть будет 33. Все нормально. Появился ответ 66. Хорошо. Если мы попробуем убрать вот эту строку, смотрите, IORIT, попробуем считать число и умножить это число на 2. Запустили. Вводим число 44. Enter. Смотрите, у меня получилось. Ага, так, умножение. Какие же можно еще? Ну, ладно, не буду более сложные примеры приводить в любом случае. просто сегодня мы решали задачи с ребятами и у нас иногда некорректно преобразовывалась строчка в число. Так, давайте посмотрим ту стринг как работает. ту стринг С2 присвоить строка 1 С3 присвоить строка 2 Так, я это закомментирую. выведем С2 плюс С3 склеивать строки производить конкатенацию двух текстовых строчек с помощью двух точек можно. Давайте смотрим все получилось строка строка Так, попробуем теперь ту стринг посмотреть как у нас переводится строку например булевой переменной строку получилась без конвертации просто если мы присвоим true С3 конкатенация строк не сработает видите ошибка потому что так склеивать можно только текстовые строки ну что пожалуй про переменные все единственное я рекомендую вам всегда объявлять переменные локальными где только это возможно так вы избежите многих-многих ошибок что ж до следующих встреч спасибо